Всем привет! Сегодня 22 августа, Московская область. Коротко скажу о погоде. У нас пахнет осенью, днём плюс 20, а ночи холодной. Плюс 10 это максимум, ещё и туманы. И сейчас 6 часов утра, я решила заснять теплицы. В другое время некогда. Пора заготовок, и кое-что уже убирается. Это теплица стеклянная. Растут здесь только высокорослые томаты. Я поспрашивала в деревне, все, кто высаживал томаты в открытый грунт, уже убрали, потому что началась фитофтура. Причём она раньше ещё началась. В теплице, конечно, всё хорошо. По крайней мере, у меня фитофтуры в теплице нет. Но начался кладоспериоз, поэтому я листики по максимуму всё уголила. Без листьев всё оставила. Но томатов в этом году много. Но, допустим, если сравнить с прошлым годом, то меньше. Но их нам достаточно. Уже очень много томатов я сняла. Сделала практически все закрутки. Мне осталось только аджика и немножко сока сделать. Очень много томатов я раздала. Все, кто приезжает ко мне в гости, всегда получают томаты. Вот. Теплицу я не закрываю. Она у меня всегда открыта, даже при условии, что сейчас туманы. Потому что, если теплицу закрыть, здесь она вся будет стоять в воде. Томаты у меня практически все созрели. Видите, я макушки все поубирала. Так сказать, чтобы у меня здесь висели зелёные много томатов. Нет. Вот прям на макушках остались. Вот они зелёненькие. Но их прям единичные экземпляры. А все остальные – это всё уже соспевшие томаты. По сортам я говорить, конечно, не буду. Потому что я стараюсь снять видео, как делаю это каждый год. Обзор всех своих сортов, которые я выращивала в 2020. Не знаю, получится у меня или нет. Потому что у меня в этом году нет практически свободного времени, чтобы заниматься съёмками. Такие гроздья. Мой любимый Сержант Пеппер. Смотрите, как он красивый. Тоже практически весь созрел. Такие помидорища крупные. Красивый какой. Уже начинает трескаться даже. Томаты падают. Мне нужно всё собирать. Я теплицу до 5 сентября, томатную, буду всё убирать. Вот всё. Уже достаточно. Во-первых, всё, что не созрело, дозреет. А во-вторых, мне нужно будет уезжать. Я поеду к родственникам в отпуск. Я уже год никого не видела. Поэтому до 5 сентября мне здесь нужно полностью всю теплицу убрать. Помыть, всё обработать. Вот. Сан-Марцана. Теплица, конечно, уже не поливается. Ничего здесь не делается. Теплицу я не поливаю уже месяц. В общем, в принципе-то рассказать особо нет. Ничего про теплицы. Единственное, я не закрываю её и уже как месяц не поливаю. Сняла все листья, как я уже сказала, потому что кладоспариоз начал появляться. Вот и всё. Поэтому в этом году мне нужно теплицу не просто будет помыть, а буду обрабатывать. Также буду работать с землёй и бактериями. Вот. Так что это моя томатная теплица. Я уже посмотрела, ну прям все, практически все помидоры у меня созрели. Вот видите, здесь вот прям на макушках остались единичные. Вот они. Они зелёные. Ну, до 5 сентября не созреет. По крайней мере, они начнут окрашиваться. Я их сниму, буду дозариваться. Вот. И хочу вам сейчас ещё показать теплицу перечно-огуречную. Эта теплица также стеклянная, перечно-огуречная. В этом году перцы у меня росли на окраине грядках, а посередине огурцы. Урожай сняла, ботву вынесла, потому что уже начала желтеть. Думаю, ни к чему мне это. И сразу же посеяла зелень. Это кинза, это шпинат, редиска, капуста пакчой, салаты, укроп. Зелень моментально взошла, потому что земля здесь хорошая, заправлена перепревшим конским навозом. И стоит уже такая ботва, хотя вот только недавно я её посеяла. Ну а здесь перцы. Перцы урожай хороший. Как и в прошлом году, всё здесь неплохо, он краснеет. Так, ботва вымахала большая, здесь перцы большей части высокорослых. Это новинка этого года, такие оранжевые, кубовидные. Я постараюсь снять обзор по сорта. И сегодня я буду снимать, смотрите, какие перцы громидные. Большие, оранжевые, здесь красные. Перцев много, тоже кубовидные такие. Буду делать лечо. Тоже такое. Это новинка, они мне очень понравились. Я перцы никогда не срываю зелёными. Если они должны быть оранжевые, жёлтые или красные, то я жду этого момента. Максимум я могу сорвать перцы, когда они, уже видите, практически красные. Есть такие штришки ещё зеленоватые. Такие могу сорвать, чтобы они дозарились, так сказать. А вот зелёные, вот такого плана, не рву, потому что они невкусные. Вот они перчики. Вот. Рамира, вот он. Что-то плоховато он спеет. Перцы снимала, конечно, и угощала, фаршировала. Вот. Тоже новинка, вот эти красные. Новый сорт. Вот он. Это Маркони, между прочим, оранжевый. Здесь, видите, ещё ботва, это вырос у меня базилик. Здесь разные три сорта. Лимонный, карамельный и со вкусом корицы. Это у меня маркони. Это уже, это у меня семена свои. Это в прошлом году я высевала маркони и со своих семян уже в этом году посеял. Вот смотрите, какие здесь у меня кустищи просто базилика. Запах столько тронешь, запах вообще великолепный стоит. Особенно мне нравятся карамельные. Вот как раз-таки это карамельный базилик со своих семян выращенный. Я в прошлом году собрала, посеяла. Смотрите, как всё здорово. Был полностью срезан. Я базилик всегда срезаю, и он из боковых почек даёт ещё листву. Уже было всё срезано, и вот он опять вымахал. Такой кустище. Здесь метра полтора куст. Оставляю, буду оставлять также на семена и в этом году собирать. В общем, перцев море. Вы не видите, до самой макушки. Макушка метровая, и вот такие перчики. Сегодня буду делать лечо. Обязательно надо снять красные и жёлтые. Люблю цветные лечо. И в заготовке уже перец рвала, и угощала. Перца достаточно. Здесь у меня был перец лиси. Видите, он весь попереломался, потому что тяжёлые плоды и подвязывали. Постоянно нужно подвязывать их. Это тоже у меня лиси. Я его больше всего срывала. В заготовке он хорошо идёт. Он такой, знаете, красно-красного, такого малинового цвета и толстостенный. Мне он нравится. Это базилик лимонный. Смотрите, какие листва жирные. Базилик я выращиваю только в теплице, потому что именно вот такой красивый, такой высокий, он получается только в теплице. Ну, по крайней мере, у меня. Это базилик этот. Ой, со вкусом корицы тоже здорово. Вот такая перечная, огуречная теплица у меня. Здесь же в ногах я посадила низкорослые бархатцы. Мне нравится здесь в ножках сажать какие-то низкорослые цветы. Сразу красиво. И здесь у меня, видите, перед теплицей тоже растут эти бархатцы. Петрушка растет. Сегодня, в общем, буду собирать урожай. Я думаю, что соберу и покажу, какие у меня красивые перчики. И очень-очень постараюсь вам заснять обзор, потому что перцы в этом году у меня, наверное, 3 или 4 новых сорта. И они очень вкусные и очень классные. Еще хочу показать острые перцы. В этом году я их выращивала в мягких контейнерах. Они или по 20, или по 24 литра. Я вот не помню. Высаживала сюда по 2 куста острого перца. Сорт не помню, потому что семена уже свои давно. Название потеряно. И он уже приобретает красный цвет. Видите? Он растет вверх кончиками. И когда он краснеет, очень красиво все смотрится. Я уже, конечно, срывала на заготовке. Использую для джики. И также я потом его высушиваю, связываю. И он красиво висит на кухне. Он очень острый. Это перец не с слабой остринкой. Такой прямо жгучий-жгучий. Мне понравились мягкие контейнеры. В следующем году также их буду выращивать. Все, вытащил из теплицы. И он растет прекрасно. Землю, конечно, нужно для таких контейнеров подготавливать. Я в этом году в таких контейнерах выращивала баклажаны. Здорово получается. Мне очень понравилось. Но показать уже нечего, потому что я их убрала. Они у меня стояли на улице, возле теплицы. И выращивала картошку. Но это так, знаете, поиграться. Но все равно достаточно удобно. Стоят контейнеры. Просто поливаешь и все. Трава не растет, окучивать не надо и так далее. Но мелковато получилось. Не то, что прям мелкое, но... Хотелось бы, конечно, покрупнее. В следующем году я буду делать по-другому. Ну, а сейчас я пошла собирать урожай перца. Соберу еще томаты. Ну и покажу вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, собрала я урожай перцев, томатов. Сегодня буду делать на зиму лечи. И сейчас 9 часов утра. И так хорошо перепекает солнышко. Давно не было такого дня. И заодно сейчас снимаю обзор сортов перцев, которые я выращивала в этом году в стеклянной теплице. И так как я уже попробовала эти перцы во всех видах приготовления, поэтому сейчас быстро все расскажу. Итак, аппетитное чудо. Замечательный сорт перца. Кубовидный, красный, красивый, сладкий. Маркани. Выращивала в прошлом году. Понравился сорт. Поэтому собрала семена. Эти уже перцы со своих семян. Цилиндрической такой формы. Вытянутые, крупные, сладкие, красивые, желтого цвета. Сорт Аркана. Тоже новинка для меня. Такие крупные, кубовидные перцы. Красивого, оранжевого цвета. Толстостенные, сладкие. Замечательные. Король Севера. Новинка. Это более цилиндрическая у него форма. Среднего размера. Сладкие, хрустящие. Очень вкусные. Это Айварский перец. Это в прошлом году я выращивала, собрала семена. Это уже перцы со своих семян. Небольшого такого размера. Стеночка у него средняя. Идеальные перцы для запекания на открытом огне и для заморозки. Очень вкусные, очень сладкие, ароматные. Также новинка это перец Султан. Крупный, очень крупные плоды, кубовидные формы. Толстостенные, вкусные, идеальные для леча. Также подойдет и для фаршировки. Здесь не хватает еще двух сортов. Это перец Леся. Красный, сердцевидные, каплевидные формы. И не хватает красного Рамира. Я их ранее снимала уже в биологической спелости. И они еще не окрасились. То есть висят еще зелеными. Поэтому доснимаю их попозже. Когда будут уже зрелые. Также сняла томаты. Здесь у меня два сорта. Красный томат это тетя Анна. Они сердцевидные формы. Крупные, красные, сладкие, мясистые. Очень, очень достойный томат. Но на кусту появляются не только сердцевидные, но и плоскоокруглые. Их значительно больше, чем сердцевидные формы. Достойный сорт. Я собрала семена уже. И также президент Гарфилд. Тоже красные, крупные, сладкие. Но они более сочнее, чем тетя Анна. Отлично для соков, для вот таких соусов. Аджик, ну и так далее. В этом году я буду перцы делать в заливке из красных томатов. Вообще мне очень нравятся желтых, желто-оранжевых. То есть красные перцы. А заливаю красным, ой, желтым или оранжевым соком. Это очень красиво смотрится. Так что работы у меня еще очень-очень много. А я вам хочу сказать большое спасибо, что подписываетесь на мой канал. Комментируете. Мы обсуждаем определенные с вами темы. Мне это очень-очень приятно. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.